Первая лекция в моей мастерской учебы, она касается того, что происходит внутри вас. Мы о фотографии говорить не будем, потому что фотография это на самом деле вы, поэтому а у нас. То есть все, что вы делаете, это ваш портрет, это ваше альтере, то есть все, что вам нравится, то, что вы смотрите, это вы. И вот я смотрел, что вы снимаете, о чем вы говорите и так далее, я подумал, что, наверное, лучше поговорить о том, что происходит у нас в голове. И почему нам нравятся именно лодочки в тумане, цветы, вернее, цветочки. Почему, что такое красота, что такое некрасота. Вообще, существует ли такое понятие в общем или у каждого это свое. То есть мы сейчас будем говорить о том, почему у нас получаются такие фотографии, которые мы делаем. И могут ли получаться лучше. И могут ли получаться вкусы. И вообще, если плохая фотография, если хорошая фотография. Если плохая фотография у нас получается, то мы, значит, плохие. То есть каждый из вас плохой, если у нее плохая фотография. Если мне говорят, у тебя плохая фотография, значит, ты плохой. У тебя хорошая фотография, значит, ты хорошая. Это странные вещи такие. Я считаю, что еще нет плохих фотографий. И нет хороших фотографий. Просто хорошие фотографии замечают сразу, а те, которые называют плохими фотографии, замечают через 100 лет. Помещают их в музеи, изучают. И превращают в достояние человечества. На эту цифру не стоит обращать внимания, потому что вам это не грозит. И вообще не грозит никому. Хотя, при желании, может быть. Фотография страшно сложная штука. Есть фотографы-художники. Есть фотографы-репортеры. Есть фотографы-любители. Есть фотографы коммерческие, прикладные. И это все разные абсолютно категории людей, которые не соприкасаются. Когда я был репортером, мне абсолютно не нравилась арт-фотография. Когда я стал арт-фотографом-художником, мне перестала нравиться репортерская фотография. И когда совмещаются эти тусовки, они абсолютно не диффузируют. Нет никакого слива. Даже среди фотографов, которые занимаются, скажем, арт-фотографией, ну простым языком, художественной фотографией, существуют разные направления. И, например, есть художники, которые фотографируют. То есть они занимаются фотографическими практиками. Есть фотографы, которые обращают свое внимание в художественные срезы. У них художественные практики. И это абсолютно разная фотография. И есть репортеры, которые просто рассказывают нам о событиях, используя изобразительные средства. И которые любят поговорить о художественных особенностях своих фотографий. Но на самом деле их функция совсем другая. Рассказать о том, что происходит. Кто мы такие? Я, например, наверное, все-таки художник с фотографическими практиками. Кто-то фотограф с художественной практикой. Но эти практики абсолютно разные. И художник, который работает с фотографией, он работает совсем не так, как работает фотограф с фотографией. И вот мы начинаем мучиться о том, откуда мы идем и зачем. Всякое творчество, в том числе и фотографическое, оно начинается внутри вас. Начинается с какой-то трудно объяснимой тяги что-то сказать. С помощью фотоаппарата. И поделиться. И тут начинаются сложности капкана, в которые он попадает мгновенно. Потому что одни смеются, другие плюются, третий крутят у виска. Четвертые говорят, да, брось ты это. Если ты можешь не фотографировать, не фотографируй. Если ты можешь не писать стихи, пиши. Если ты не можешь, то пиши, но никому не показывай. Фотографируй, никому не показывай. Видит, у вас-то это все колотит, бродит и хочется. И ведь нажимаешь и сразу получается. Такая техника замечательная. Нажал и все, получил. И тут же бежишь показывать. Снять через интернет, через фейсбук и так далее. И почему-то, 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 дальше внутри вас возникает желание стать известным фотографом. Чтобы тебя называли художником. Чтобы переживали и плакали, глядя на ваши фотографии. Прирадовались. Чтобы хлопали в ладоши. И чтобы у вас внутри возникало чувство собственного достоинства. Росло, 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 росло. И такая штука. Но ведь проклятие обидно. На земном шаре 7 миллиардов фотографов. 7 миллиардов человек, которые хотят стать известными. 7 миллиардов фотографов, которые постят свои фотографии в фейсбуке и прочее, прочее, прочее. 7 миллиардов конкурентов у каждого из вас. И как их победить? И нужно ли? Но один из секретов. Эти 7 миллиардов фотографов, они все одинаковые. И из этих 7 миллиардов, наверное, 1 миллион уже интересных. Из этого 1 миллиона 500 тысяч уже художники. И из этих 500 тысяч, несколько сотен, уже настоящий и интересный автор. Почему? В чем дело? Все очень просто. Они, люди, фотоаппараты. То есть они фотографируют не вот этой вот штукой, что у вас, то, что у вас. А они фотографируют своей уникальной, неповторимой душой. Своей абсолютно индивидуальной личностью. Они воспринимают мир не так, как все. И они видят абсолютно не то, что видят другие. Вот мы сегодня ходили. На каждом шагу возникает какое-то существо. Там ничего нет. Один прорезет. А у нас постоянно мы шли, на нас бросались то какие-то павлины облезлые с подругами. То еще что-то. Было классно и интересно. А другие проходили, на них никто не бросался. И никто не лез глаза. И никто не шевелил их мозг, не раздражал. Сначала надо видеть, когда начаться чувствовать. Просто так это внутри вас. То есть кто-то внутри. То есть вы сами. Начинаете мир чувствовать так, как никто. Вот на самом деле, мы все гениальны. Абсолютно. Я как педагог учитель. Я всю жизнь работаю с людьми. Полжизни я преподаю. У меня образование педагогическое. Я писал диссертацию на педагогическую тему. У меня куча там каких-то статей. Все люди, любой человек в любом возрасте может сделать гениальные вещи. Абсолютно. Просто проблема в том, что мы себя забили. И вот этот окружающий мир нас превратил в одинаково. Потому что так мир удобно, управлять. И как только вы начнете заниматься самокопанием, выискивать в себе какие-то особенности, находить в себе что-то такое, что не похожее, открывать какие-то скрытые силы, вы увидите, у вас лицо изменилось. Он станет красивее, глаза станет больше. У них начнет помещаться какое-то безмерное количество вселенной. Но как это сделать? И надо ли? Обычно? Обычно. Люди боятся себя. Вы знаете, какое самое трудное задание? Автопортрет. Реально самое трудное. Помнишь? Почти никто не исправился. Боялись и все. Вы сделаете настоящий автопортрет. Не просто плохой, а заглянуть ему себе, куда-то глубоко-глубоко, и сделать настоящий парфет. Все. И чаще всего это размазанные какие-то. А я так себя вижу. Тень какую-то снимет. Какие-то свои безделушки там. Это меня характеризует. А посмотреть себе в глаза нет. Страшно. Невозможно. А что отличает художника? Постоянный взгляд в себя. Фотоаппарат повернут. Не туда, а туда. И вот та уникальность, которая в каждом из вас, она и дает возможность получить уникальный результат. И вы войдете не в 7 миллиардов, а в те 500 тысяч. В лучшем случае. Или в 100 тысяч. Или если взять Украину, ну сколько у нас здесь потоков. Вот я изучал историю фотографий. Ну, украинскую. В Киеве, например, в конце 19-го, начале 20-го века было 100 великолепных фотографий. Я взял, проанализировал ситуацию сейчас в Киеве. В Киеве 100 великолепных фотографий. Учисто, что тогда было там их 150 и 100 из них великолепных, то сейчас это миллион в Киеве и из них 100 вот таких фотографий. не больше. Странно. Это не через 100 миллионов. Я не знаю. Они классуют, но они могут... Нет, я не думаю, что... Они все хорошие, по сравнению. Но они не раскрытые. И не хотят раскрыться. И что-то у них там не раскрывается. Это вот серия у меня папарацци. Это люди, которые не умеют фотографировать, а зарабатывают целую кучу денег. Это одна из самых дорогих фотографий. С сожалению, у нас все очень плохо видно будет. Вот если вы хотите зарабатывать, берите фотоаппарат, идите снимать без всякого мыслительного процесса. И будем... Эта фотография стоит 1 миллион 100 тысяч. Нет, это... Ну, трудно будет смотреть, конечно. А если вы хотите стать художником, то вы умрете, и через еще 100 лет ваши фотографии могут быть стоить. А, это степень. Это и мужина. Джорджио. Она его пережила лет на 50, по-моему, да? Вот. И когда эти фотографии стали продаваться на аукционах за эти суммы, все бросились ее искать, нашли и стали фотографировать. Такая бабка. Ходит, и им не удалось продать их фотографии за такую сумму. А потому что у них не получилось. Потому что Аркад Стиблетт снимал душой. Он любил ту женщину. Он не мог без нее жить. Это она. И те ребята не заработали. Казалось бы, банальный пейзаж. Просто два печати. Если вы найдете какую-то уникальную технику, если вы найдете какой-то экспериментальный вход или роял, у вас получится только одна фотография, возможно, через некоторое время дорастут до нее умы человечества, и она попадет куда-то в историю. в музее. Вот интересный прием. Фотография сейчас имеет, скажем, два таких основных направления. Классическая и современная фотография. Современная фотография как термин. то есть фотография, которая отходит от тех канонов, от тех стилей, от тех задач, которые ставили перед самым фотографом 19-го, 20-го и так далее. Современная фотография она все поломала. матрица убила фотографию. Сейчас в фотографии происходит то, что происходило с искусством в 20-е годы. Матрица это модернизм, это такой зверь, который ее уничтожил. Вот 7 миллиардов человек, вот тоже, пожалуйста, потому что фотографии нет, она убила автор. Но современный фотограф, он не теряется. Что это такое? Это реклама в Мальборне. Что делает Ричард Фринс? Убегает в стакан. Нет. Он приходит куда-то, в парикмахерстве, смотрит жив-журнал. Он достает фотоаппарат FM-триармника и снимает это реклама. Идет в лабораторию, проявляет пленку, печатает огромную фотографию и продает ее за 1 миллион 248 тысяч. Ему говорят, как же так? Что же такое? В чем дело? А он говорит, я купил журнал. Это мой журнал. Я купил пленку, я нажал на кнопку, я напечатал эту фотографию. Я могу ее продать? Вы думаете, после этой продажи Мальборо подала в суд? Нет. Нет? Мальборо так обрадовалась? Потому что об этой продаже написали вообще все газеты мира. Ну, кроме нашей. Если бы Мальборо заказала этот реклам, то это были миллиарды на долларов. Но речь не об этом. Речь о современной фотографии. Вот один из принципов современной фотографии. Что хочу, то и делаю. Нет автора. Я могу присвоить себе чужое произведение. И это есть акт творчества. Это художественный жест. я могу вообще не фотографировать. В 60-е годы группа документальных фотографов решила провести эксперимент. Они вышли на улицу Парижа с фотоаппаратами Лейками, Никонами, Кеном, без пленок. Они ходили по улицам и снимали. все, что делается вокруг. И записывали. Потом выставка в одной из крупнейших галерей Парижа. Рама подпись Анри Карте Брисон. Тут какая-нибудь улица набережная посередине рамы текста. Женщина в черной широкой черной шляпе пристально смотрит в нижний угол этого изображения. На дне видит черная ворона. Вдалеке виден мужчина в темном костюме с шляпой и тростью. бежит собака. Яблок она хочет кого-то укусить. По тротуару лечет дужно. И вот так 200 работают. Зал антиламб заходишь идешь 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 там и вот зрители заходят сначала они с измущением смотрели. Двух хорошие имена под этими картинками. На выходе стоят журналисты и спрашивают какая вам фотография больше понравилась. Люди отвечают выставка великолепна. Особенно нам нравятся тоновые решения и что она черно-белая. Вот эта женщина в черном она потрясает ее выражение лица как он мог поймать это. И они еще вспоминают еще вспоминают работы. Они вышли из галереи с полной уверенностью что они видели работу. Потом это доказательство. что фотография это все. Можно без фотоаппарата. Можно видеть и рассказывать. Можно это чувствовать. Но конечно хорошо когда они больше к этому не возвращались. Они продолжали фотографировать они вставляют пленку. Некоторые из них погибли на войне. Некоторые дожили до глубокой старости. Сейчас из той смерти никого не будет. Но к тому что границ нет. К тому что не надо ничего бояться. К тому что фотография это все. Это и слово, это и чувства. Это какие-то маразматические действия. мы обычно себя сдерживаем. Это нельзя делать, это плохо, вот это так вот все хорошо. Вы снимаете лодочку в тумане. Хорошо. Единственное что таких лодочек 7 миллиардов. и вас нет. Вы снимаете деревце в тумане. Тоже красиво. Вы рады. У вас есть какое-то чувство невероятное. Но вас нет. Вы опять себя начали мое. Вы сняли цветочек, пчелку. Вы сняли какой-то классический портрет с освещением три источника, пять источников. И опять его на вас нет. исчезает и исчезает и все. Мы вместе ищем. Да. К сожалению. Но не все так страшно. Просто если нам просто нравится классно получать какие-то такие картинки стандартные. Пожалуйста. Какие проблемы? Если мы хотим стать художниками, тут начинается сложная. Сложный путь работы на самом деле. Сложная дорога на самом деле, который выглаждает себя и знать. Андрес Гурский казалось гулягом миллионером. Картина продается за три миллиона. Сделан из множества картинок. Но чтобы стать ГУСТ потребовалось 20 лет. Он закончил Весельдорфскую академию искусств. Класс Бекер. Это супругская пара, которая там преподавала профессора. Он закончил и он был без работы. Он был без признания. он не знал, что делать. И он стал искать. Он стал искать тему. Он снимал пейзажи. Потом он заметил, что если снимать очень большими камерами, люди вдалеке, они как муравьи, они съедают на пространство. Он интересовался социальными проблемами общества и обнаружил, когда писали очень много о глобализации. Что такое глобализация? Человека нет, огромные корпорации сливаются, эксплуатации и прочее. И он стал делать работы, которые заинтересовали свою дневную, своей необычной концепцией. галерей, музей, ученый, философ. Он ставил изобразительным языком эту проблему. И вот эти 99 центов, где видно все, аж сюда. Если вы заедете в Пинчуку, у нас церковь, вы увидите, что здесь все есть. не церковляет эта работа, она монументальная. Она монументальная, да. И вот он вышел на фотографии. Он огромные делает работы, уменьшая людей до муравьев. Он уничтожает людей. Вот так же, как фотография, уничтожает автора. Здесь тоже мы наблюдаем глобалистический процесс. Но Бурский-то вылез из этого. Он вылез на этом уничтожении человека. На этом уничтожении личности. Он об этом заявил. И это стало искусством. Он сделал готовность. Но 20 лет. Неимоверного труда, бессонных ночей, больного желудка и так далее. еще один пример. Синди Шерман. Она художник по образованию. Закончила живописный факультет какого-то университета искусства. Писала картины ноль. Тогда она думает чему не столько труда. Там масло, холсты. Ничего не получается. Куплю себе фотоаппарат. Идиот. Дай и сделаю гениарную фотографию. Обезьяне дай сделаю гениарную фотографию. Знаешь, что надо делать фотографию? Панелян. Ничего. Что делать? Синди Шерман пьянствует, страдает, бросает мужчин, потому что они им не удовлетворяют, потому что творческое что-то в ней зреет, она беременна, идеи, которые не могут распознать, что нужно делать, как быть. Она читает, она рисует, наконец она снимает себя. Она делает свои копоты. Один, второй, третий, умеет нигде не заплатить модели. Она не знает, какую модель снимать. Она не знает вообще, что делать с этими моделями, даже если они будут снимать. Она снимает себя. Она превращает себя в мир, в весь мир, потому что она и проститутка, она и спортсменка чемпионка мира, она и королева Англии, она врач, она изнасилованная женщина, она убийца, она мужчина, и она делает тысячи этих фотографий, превращая себя в весь мир. Она описывает, пишет сложные концептуальные тексты, мы имеем результат. фотографии, во всех музеях, она удовлетворена, но она снимает только себя. Но ей не нравится снимать, она себя любит, она без себя жить не может, она постоянно с собой любовится в разных хипостазах, она вошла в себе все. Но грибови, страдания, созревания. И это может не нравиться, многим не нравится. А что здесь такое? Без названия номер 26. Представляете, сколько таких родит? А есть еще без названия 1000, 1002, 1003. Можно, конечно, не говорить очень долго. У нас просто не ту время реализировать и работать. Но это уже музейный экспонат. При этом такие глухр. Какой это город? Вот это 98-й или 97-й. Опять русский. Ну, пиздаш. Обычно все говорят, что я так сделаю. Что тут делать? Если вы подойдете к этой работе, тут видно тройники вон там. А здесь видны капельки. А работала такая над этой стенка. Это опять у человека, который уничтожает мировую хрустину. Три, два. Рук уничтожен, взрыв. Пейзаж из единого живого существа. А он все в фотошопе дорабатывает. Ну, то есть там какие-то лишние детали. то есть он был не такой чистый, он в фотошопе. он все доработал. Да, тот 99 центов в фотошопе доработал. У него все работы это фотошоп. Но изначально он снимает. И что еще отличается современной фотографией всего? Идея. Вначале появляется идея. в фотошопе. В фотошопе. Он никогда еще не будет выходить на улицу снимать людей и каких-то бабочек. Он сначала поражает идеи. Он сначала придумает то, что потом должно воплотиться в его работу. А потом он написывает средства. Пишет проект. Что нужно сделать? Как нужно сделать? Какие средства для этого нужны? Какая техника нужна? Как будет воплощаться? Каких специалистов привлечь? Потом делаем фотошопы. Или псевдопотографы. Вот эти изображения. Любое изображение сделано цифровой камерой. Это фотошоп. Ничего в этом страшного нет. Мир развивается. Технологии идут вперед. И дальше будет еще хуже. Дальше можно будет в глаз вставить линзу. А в заднице будет стоять принтер. Глаз и вытащили. Или вы будете соединены с какой-то типографией. Вы классно ли? А там уже вылазит такое полотно как это потолок. Или будет отражаться на небе? Я не знаю. И под это будут придумывать новые художественные практики. Новая философия изображения. Новая философия фотографии. это все очень дорогое. Вот опять сень дешен за 6 миллионов. философия изображения. философии. критерий отличающих творчество от изготовления уникальности и результатов. Творчество это деятельность пораждающая личное качество новое и создание чего-то нового ценного не только для данного человека но и для других. Процесс создания субъективной ценности. То чем мы занимаемся вкладывая правильные композиционные компоновки это не творчество. То что мы снимаем пейзаж в тумане это не творчество. То чему мы это не творчество. Повторение уже пройдено и пройдено. Нам может нравиться не нравиться но это не называется творчеством. И та фотография не является творчеством. Только создание абсолютно нового продукта является творчеством. И чей это текст? Этот текст из из словаря психологического. Человек разрабатывает совершенно новую технологию съемки в спине. Создает много стилей. Он уникален. И он оставляет галерею портретов сделанных в этом стиле. Он специально сделал, чтобы снимать великих. Потому что великие попадают в этот свет в ведро с дырки. И они подчеркивают эту силу этих людей. Невероятность. так и как Брессон. Он разрабатывает совершенно новый репортаж и стиль. Он разрабатывает новые правила компоновки композиции. Он разрушает правила композиции. У него есть кадры, где жесткое пересечение посередине каким-то бревном. У него есть разваливающиеся картинки на три-четыре части. У него есть собранные идеально совершенно геометрические каких-то реча. Он придумал геометрический метод построения камеры. Он был первый. И все, кто идут за ним, они просто какие-то дети картиопрессионные, которых не запоминаешь. Юджин Смит американский фотограф репортер журнал Live. Он впервые снимает фотоисторию. Есть куда-то дебри там американские в городе с селой снимает историю про доктора. Впервые в фотоистории фотограф анализирует жизнь простого человека. Где-то из глубинки. Доктор, который с утра до ночи пашет и спасает вокруг 100 километров людей. И он остается достойно. И Юджин Смит шел к этому очень долго. Постоянный поиск, постоянная страдатель. Как, кстати, у всех, кого я до этого показывал. Они все страдают. Одна из особенностей творчества. Обострение, разъедание внутреннее, постоянная мука. И другого не бывает. Вот эти кадры из той фотоистории, которая стала классической во всех учебниках по фото-журналистике. Эта история отображается. Роберт Франк. Есть Картей Брюсон, да, такой красивый, правильный, удобный. А есть Роберт Франк. Картей Брюсон решающее мгновение сказал, а Роберт Франк сказал, как скучно снимать это решающее мгновение. И стал снимать нерешающее мгновение. То есть какие-то ситуации между мгновениями. какие-то совершенно не вписывающиеся в рамки традиционной фотографии вещи. Посмотрите на эту работу. Нерезкая, размазанная. Это 60-е годы. На него все, конечно же, надлевались лучше. А он еще поехал по Америке и снял книгу «Американцы». Такую толстую. Издал ее. На нее набросилась вся пресса, которая там была, его уничтожили, но он был первым, который стал шепить. Фотография тоже интересная. Даже более интересная, чем фотография, которую делает как высокий. Но он был уже заправлен так хорошо. Пока группа молодых фотографов, которые младше два раза в оправках, не собрала семинар, на котором сказали у нас Новый Бог, фотографии на самом деле. Нашли какого-то юного 21-летнего искусствоведа, который наводял статью про этот карту. Потом эта же молодая группа устроила ему колоссальную выставку, выкупит там какой-то зал в церкви в церкви Михайле. На эту выставку повалил народ. И оказалось, что публика, которая пришла, она приняла вот это разрушенное изображение. И как те ребята не дергались, которым им не нравилось, они через две пилоти. То есть он сделал шаг вперед. И не боялся. Просто снимал, как ему хотелось. им было плевать на этих зрителей. И на все остальное. Он слушал только себя. Он заглядывал в собственную виду. И находил адекватное выражение в своей фотографии. То же самое с Кильмутом Ньюфором. То же самое с Адамсом. Но это известная личность. Вы знаете, как они пришли к этой фотографии. И какую идею проповедовал Анастолян. Он даже сказал, что я так же велик, как эти горы. Но об этом мне сказали эти горы, которые я фотографирую. Они со мной разговаривают, я понимаю этот язык. Поэтому я делаю такие фотографии. Это еще любую впечатляем что есть. К тому, что ты снимаешь. Когда он тебе начнет отвечать? Точно так. Юрген Теллер. Это уже современные. Это сейчас. Известная певица с черными макаронами. Он посмотрел у Мартина Бар приемчики и решил что он со мной делает. А Мартина Бар что делал зайчик? Он право останавливал вспышку к 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 цветокиневого рисунка, вырезая, делая плоскими изображения абсолютно. Ему это нравится. Он так снял Ливерпульские пляжи и прочее. На него, естественно, тоже все набросили. Это был ужас. Его травили. Он еще сделал выставку. Писали, если еще Роберт Франк там более-менее мягко, то тут его уже называли просто в открытую говно. Маркенбар – говно. И фотография его еще хуже. Она воняет. Он не умеет снимать. Он вспышку направляет прямо и клацает. Некоторые лица на переднем плане засвечены только в глазах. Ну, люди ходят, смотрят, но картинки-то интересные. В самом деле притягивают, представляют, но пресс аж пишут. Маркенбар? Нет, у меня, действительно, нет Маркенбара. Да, но это начало. Это начало его карьеры. Нет, это начало. Я говорю о начале. Он закончил какой-то технический фотографический колледж и снимал портреты. И у него был кумир даже. Черно-белый фотограф, который снимал вновь вспышки. Но он снимал там какую-то такую ерунду и он не мог просто никак вылезти. У нее была цель. Но ему нравился прием Маркенбар. Маркенбар был все-таки художник. И он искал какую-то выразительную особенность и тем. И с помощью вот этого выразительного приема рассказать о том, что он видит. И рассказать именно адекватным языком того, что он чувствует и видит. А он чувствовал? Потому что это была грязь. Если вы смотрите на эти фотографии... Я не помню, есть. У меня здесь нету. То это еще хуже, чем здесь у нас в Украине. Когда идешь по набережной Днепра, например, там тоже горы Мусор. Там хуже. И вот этим приемом. Цветная фотография. Яркая. Вспышка усиливает. Он, наверное, еще снимал на какой-то кодек портрет с усиленными цветами. В общем, это жутко. Пока там какой-то критик не проспался после Бадуна. Магнум пришел в этот зал, написал такую статью в High National Times, что у нас новые деньги в Бадуне. Ну и тут же все изменилось. Тут же все. Куклы. Сейчас Маркен Парк в агентстве Магнум. Это один из ведущих мировых фотографий. Но в Магнум тоже с трудом попал. Один голос перевес был, когда его принимали. Потому что Магнум это все-таки старперы, которые Картин Грессон, наш бог и все. Аббас, который мы видели, он голосовал против Мартина Пара, чтобы мы его принимали в Магнум. Пенхасов. Ничего не видел. Для меня. Да. Но опять он первый. Понимаете, первый. Он придумал вот эту вот карточку и первый начал снимать. А потом это пошло-поехало. Это какой-то ужас начался. Все снимают как картины. А вот Мартина Парк. Вот видите? Глобешка. Открытый рот. Там что-то торчит. Этот ребенок некрасивый. Она потом залезла туда. Тут вот это все мусор страшный. Грязюка просто невероятная. Там купаются какие-то люди. Вот. Но он первый. Он обратил внимание на эстетику. И заметьте, есть красота Хельмурт Ньютон. Открывает какие-то эстетические. Этот эстетический наоборот. Эстетика безобразного. Смешивая ее со эстетикой прекрасно, цвета очень хорошие. Форма, композиционные особенности интересные. Опять Мартин Парк. Из-за этих фотографий его смешали там с чем только можно. В стадии творческого процесса. Хотите оригинальность? Подготовьте саму любите задачи. Распишите попытки ее решения. Пусть поварится у вас. Потом она взорвется. Вот это вот я вам говорил сегодня. Это беременность. Ощущение беременности. В себе что-то носишь. Бывает, что ты 30 таких идей носишь. И каждая вылупливается из тебя, как чужой в этом фильме. С болью, треском. С бессонными ночами. С разорванными связями и так далее. Ну и потом вы проверяете на себе. Личность. Это еще один такой важный момент. Вы должны отличиться. Потому что все, что я говорю раньше. Вот это сформулировать. Пострадать. Заставить себя внутрь докопаться до самых-самых-самых бесконечных дали и глубин. Дна вы все равно не достигнете. Самые тайные ваши желания. Самые тайные какие-то невидимые импульсы, которые у вас существуют. Все нужно вытаскивать. Все нужно использовать. Над всем нужно работать. Все узнал. Все описать. Вы должны найти личность. Если вы все это начнете использовать. Личность характеризуется активностью и стремлением судов, как расширять сферу своей деятельности. Действовать за граничными требованиями, ситуацией и ролевых предписаний. То есть не бояться ничего. Уйти от каких-то стандартов. Уйти от схем принятых. От того, что диктует общество. Действия, выходящие за границы требуемых ситуаций, являются творческими действиями. Вы имеете некую доминалку в искусстве. Некие категории, некоторые клише, некоторые каноны. Но, если вы ходите за их, вы сможете создавать новые каналы, новые клише. Как создали все те, о которых я говорил раньше. Их просто больше, намного. Но вам будут мешать целая куча разных факторов. Некритическое принятие чужого мнения. Вы что-то сняли? Показывайте кому-то. А он говорит, говно. А ты бездарность. Забрось фотоаппарат подальше или подари вот ей. Хотя ты тоже. И все. Я не могу снимать. Меня все ругают. Да плевать. Вот эти все люди, которых я показывал, их всех смешали в свое время. По-моему, всех до единого. В том числе и Карте Брессона не признавал. Хельмута Ньютон. Всех. И если бы Анилов на той стадии. Да-да. Мы будем снимать так и все. Мы будем снимать красивенько. Чтобы не вызывать никакого раздражения у общества, у критиков особенно. Ни хрена бы из них не получилось. И мы бы не имели. Нет. Ни пара. Ни франк. Никого. Но бы не на кого было смотреть. Были бы все лодочки в тумане. Цветочки. Сосны. Да и эти лодочки на цветочках не похожи. Ну ладно. Девочки голые на лошадях. Или белые. В огромном количестве. Понимаете? Кайф снимать голую девушку на лошадь. Мне тоже нравится голая девушка. Это концептуально. Это не концептуально. Это не концептуально. Можно зонтики еще. Зонтики. Да. Мне тоже нравятся. Ну понимаете? А бабочку есть с цветочком еще в руку? Да. Есть. Есть. Понимаете? Мы говорили о том, что как себя уничтожить как автор. Вот снимайте. Но можно снять. Если. Я не знаю. Хватит много времени. Я могу показать. Какая снимала ложесть. С обнаженной женщиной. Ну вы вообще покажите уже свои работы. Не покажу. В жалую. Вот вы видите. Банальное мышление. Вот так вот. Я взял. Я коллекционирую одинокие деревья. У меня коллекция там что-то около 30000 одиноких деревьев сделаны украинскими фотонами. Я когда-то много лет назад мне позвонил председатель союза фотохудожников в Украине. Саша, ты должен зарегистрироваться. Мы сделали сайт союза фотохудожников. Ну конечно же, я зарегистрировался. Ну и вот первым мне в дело попадает одинокое дерево. Ну думаю, кто отбор одинокое дерево. Я на следующее одинокое дерево нахожусь. Потом еще одну. Короче, я собрал в первый же день гуляя по этому сайту 100 одиноких деревьев. Потом я объявил конкурс за одинокое дерево и купил бутылку водки. Такую трогую, здоровенную, дорогую. Там гривен за 300. Огромную. И с фотографией его отместил за лучшее одинокое дерево, которое мне понравится. Мы все стали принять туда эти одинокие деревья. И я себе их нагреб и дал югину Саше за какое-то покосившееся одинокое дерево эту бутылку. Он приехал в Киев и выпил ее. У меня деда нет. С вами? Нет. С клубом ИКА. Они приехали всей полгой. И вот эти вот одинокие деревья, это вот нравственно-творческая катастрофа. На самом деле. Отлично. Потому что это коврики. Это китч. Это какие-то незабоминающие совершенно вещи. Это абсолютное отсутствие визуальной пиктуры. Это вот стереотипное спешение. Это враг. Враг, творчество и прочее. Абсолютно враг. Потому что это не то, что враг, убийца, такой безжалостный, кошмарный, который цементирует мозг, который убивает мысли, чувства и прочее, прочее, прочее. Но это невозможно от них избавиться, от этих стереотипов. Дело в том, что мы родились в одинаковых роддомах. Кто-нибудь родился в поле? В самолете? В такси? Бывает. Бывает. Но тут таких нет, да? Тут таких нет. Первое, что мы видим, какое-то страшное существо в белом халате. Во-первых, стресс у всех одинаковый. Когда мы с теплой, вот этой мокрой, приятной атмосферой, внутри женщины, вдруг нас выкидывают в этот жутил. Мы начинаем дышать. Это стресс. Этот родовой стресс через всю жизнь проходит. Мы знаем его из рая. Да. Дальше. Это чудовище, которое у вас там по заднице хлопает, отрезает что-то, пеленает и так далее. И пошло, пошло. И вот это все одинаково. Все одинаково это переживают. Дальше идем. Вас закутали в куколу. Мы сегодня червяка нашли. Вот он превращается в куклу. Вот то же самое. Дальше мы идем в ясны. У нас одинаковые родители. Одинаково нас воспитывают. Шилпают. Ругают за что-то. Одинаковые книжки читают. Мы одинаковые школы в ясны. Одинаковые тупые учителя. Потом вуз. Потом мы умираем. Дальше это делаем. Естественно, все это откладывается у нас чем? Штандартными формами мышления. И вот эта вот стереотипность, она как бы ликвидирует способность создавать оригинальные вещи в своей жизни. Страх, боль, ужас. Опишите. Потом оттенки. Например, страх – это боя, просеяние. Когда, что, что. А потом попробуйте на этом наложить какие-нибудь изображения. Какой-нибудь проект фотографический. С текстами, со всеми делами. И вот это заставило их себя залить. По-другому нельзя. По-другому не получается. По-другому вообще ничего не получается. Ну, как заниматься самоанализмом, самокопанием. Как это все превращать в образы. Как это все визуализировать. И вот мы вот этим несколько недель занимались. В результате почти все с этого курса сейчас учатся где-то по западу. Институтом, университетом поступали. Их проекты очень интересные. Они вдруг раз перестали себя бояться. Перестали бояться всего. Вообще разрушили все комиссии. И вот смотрите. Здесь вот такие красивые картинки. Ну, тут ни хрена не видно. И вот в то же время. Как можно снимать те же самые вещи. Но абсолютно оригинально. Превращая себя в эти вещи. Майкл Кеннер. Японский эпизод. Одинокий деревень. Фонтана. Итальянский потом. Текущий перстик. Тут ничего не видно. Переволопыт. У меня видно. Да. Кубелка. Да, такой. Опять Майкл Кеннер. Я забыл его фамилию. Бертранд. Бертранд. Я начал снимать сверху. То, что банально. То из этих слов. И потом. И потом. И потом. Ну, что будет. Но. Они сняли. Не банально. Нашли то, что миллиарды этих фотографий. Одинокий деревьев. Потому что. А испытывали то. Они не те же чувства. Потому что. Вот даже. Сёрн Киркебор. В своём. Одном из первых. Экзистенциальных. Трудов. Он. Приводит. Пример. Как бы. Обосновывая. Сказать. Ласковский взгляд. Именно. Одинокое дерево. С. Одинокой птицей. Одиноким гнездом. Который. Вьёт. На ветках. Этого деревья. Ветер. Одинокий. Сдувает. Эту птицу. Туда же. И дерево. И вот. Он говорит. Это яма. Каждый. Кто занимает. Одинокое дерево. В какой степени себя. Ассоциирует. С этим. Одиноким деревом. И пытает. Почему. Такая разница. Потому что. Да. Вот я. Что такое. И всё. А Майкл Кена. Он. И есть. Это. Одинокое дерево. Бердран. Это. И есть. Та птица. Которая. На это. Всё. Смотрит. А фонтаны. Единственный цвет. Который. Там. Это. Дерево. Цветущее. Они. Снимают. Седан. Вот. Еще. Хорошие. Фотографии. Их. Я нашел. Бесконечное количество. У каждой. Фотографии. Своя. Это. Люди. Которые. Живут. В разных странах. Вот. Таких. Фотографий. Миллионы. Один к одному. Один к одному. У него целый такой фотографий. А ему показывают, что такое нужно. Это ты сделал? Я. Наверное. Нет. Не я. А где ты взял? Я говорю. А вот еще есть. Это взял американец. Это француз. Это китаец. Это. Это. Три наших. Фотограф. Все. Его больше нет. Как автор. Нет. Не существует. Все. Вопросы. Все. А как ты ищешь? Как мастер скажешь. В гугле что ты нашла? По ключевым словам и ищешь. Что? Если найти такие фотографии. Я задаю изображение. Тупое изображение в гугле задаю и нахожу. Подобные еще. Да. Потом я нахожу авторов. Есть каталоги целая куча. Выставки. Я там вытаскиваю. У меня это уровня. Я вот эти собираю. Стереотипы. Я думал, как садить. Вот. Ну вот они все видны одинаковые. А это уже пошли подражать товарищу Пенхасову. Это тоже разные фотографии. А это не Пенхасов правда? Нет. Но идет везде как Пенхасов. Нет. А вот это Пенхасов. А вот за ними идут уже не Пенхасов. Вот. Это все не Пенхасов. Но это все деньги Пенхасов. Похоже, что одна идея приходит несколько людям одновременно. Нет. Это не было. Пенхасов сделал. Вышла книга у Пенхасов. И через неделю уже весь мир снимал как Пенхасов. Пенхасов. Ну, я имею в виду Пенхасов. Но, видите, это все одинаково. При этом это все разные фотографии. Пенхасов. 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 Страх успеха. Страх провала. Страх что уже поздно. Ну что старый там или слишком молодой. Страх что ничего не получится. Вот это все нафиг. Этих страхов еще там целую кучу можно продолжить. Страх перед ближним, перед критикой, перед мнением, перед собственным мнением. Еще лень тут есть. Ну это рекомендации. И еще. А нельзя ли их открыть снова? Спасибо. Мысли независимые не имеют стереотипов, ничего не принимают на веру, не имеют авторитетов и кумира, не боятся быть не таким, как все, научиться видеть мир без искажений чужими людьми. Ну вот такие обязательные моменты, иначе ничего не получится. Я обычно еще, на прощание, момент неприятия. Есть работы, которые мы не принимаем. Есть какие-то вещи, книги, учения. Их отказываются. Вот черный квадрат. Мне очень нравится черный квадрат. Его не любят. Над ним смеются. Малевича считает прохиндеем и полным педухом. Вы что не знаете историю? Это звучит картическая? Да не то, что историю не знаю. Вообще ничего не знаю. Он же писал это вообще для своих мужчинков. М? Он писал эту картину вообще для своих мужчинков. Не только. Победа над солнцем был спектакль, поставленный в 1913 году. Это был принципом декорации. Черные квадраты, полосы, пересекаемые белыми какими-то штуками. Потом он, уже разрабатывая теорию сутриматизма, сделал черный квадрат, готовясь к выставке. Большую выставку в 1915 году. Это триптик. Крест, круг и черный квадрат, который он повесил в красный угол, где висит икон. Он сделал такое сакральное изображение. Иисус Христос, Бог Отец, Бог Сын. Новое изображение. Ну, собственно говоря, о нем очень много пишут в черном квадрате. Но прохиндеем или нет, как вы считаете? Почему? Потому что он же придумал технику, при которой вот этот вот, все эти черные мазки, они не дают отражения. Ничего не дают. Он умел писать другие вещи. А? Потому что он умел писать другие вещи. Не умел? Он умел. Он не умел писать другие вещи. Он не умел. Плохо он же. Он был плохой художник. Он вообще никакой рисовальщик был. Он был философ. У него куча томов, где он обосновывает свое искусство. Он говорит о времени. Он накладывает одно на другое. В какое время он живет? Сто лет назад. Скок цивилизационный. Техническая революция. Атом расщепляет. Начинает летать самолет. Появляется уже тогда принцип электродвигателя появился. Поезда. Корабли какие-то. Война мировая. Наверное, человечество сходит с ума с собой. Полностью меняется мировоззрение людей. Появляются новые философские течения. Индустриализация таких темпов, что там за три года уже испорчена вся экология земли. Огромные заводы полностью меняют пейзажи. Как это выдают знаки? Этим занимается. Меняется архитектура. Мышление художественное. В это время, это время смерти окончательной классического искусства. И Малееве, чем он хорош? Он придумал просто знак. Черный квадрат, который это время. Точку. И обозначает. Да, это точка. Квадратная точка в истории одного и начале другого. Это начало модернизма. Хотя в 1908 году прошла первая кубическая выставка. В Париже. Она была жалкой по сравнению с этим черным квадратом. Они как-то так робко. Они не смогли ничего. Черный квадрат, он как бы заштамповал. Запечатал. Вот все, что было готово. Все. На этом классическое искусство умерло. Больше с этого момента мы не знаем ничего. Ни о великих классических художниках. Дальше пошла эпоха модернизма. Которая выворачивает, прокручивает мозги. Постоянные изобретения. Началась эпоха авангарда. И так далее. Ну австракционизм все-таки раньше начался. Десятый год уже вывыкнувши на книжке в 11-м году. Нет, австракционизм сразу в это время начинался. Книжка уже вышла в 11-м году. Какая? Кандинского о духовном естественном. Я говорю, в это же время все начинается. Но черный квадрат, это был знак. Вот знаете, вот. У нас мало времени. Я бы вам, например, рассказал о фотографии как иконе. Вот это была картина как икона. Которая стала знаком. Там раньше два года, три года. Не имеет значения. Это самый кульминационный момент был. Когда Малевич выставил этот черный квадрат и написал свой манифест. А где он был повешен, как икона? Да, да, я же об этом говорю. Супремонтив. Смотрите, он по-другому пишет об этом. Он по-другому осмысливает христианство. Христианские знаки, иконы. Он отрицает уже иконы. Новое изображение Христа. Черный квадрат. Кто его видел? Кто его знает? Откуда это берется? Есть какие-то данные, что Христос жил три тысячи лет назад, а не тысячу. Или пять тысяч лет назад. И что вообще, что это такое? Он все это обозначает новыми совершенными мыслительными символами. Он дает путь, как бы вот, безграничному, свободному. Когда мы можем все нарушать. Экспериментировать с чем угодно и как угодно. Он говорит о том, что все художники, все в церковном моменте, все свободны. Люди не свободны. У них ничего не получается. И вот я говорю к тому, что если вам что-то не нравится, лучше остановиться и помыслить. Почему не нравится? А что не раздражает? Почему вот этот художник вот такое вот сделал? А на кого он похож? Откуда вообще это взял? Это поможет, как бы вам прошли тоже свои собственные рамки. И о стиле. Сразу, как только вы станете личностью, творчеством. Как только вы станете творческой, у вас сразу появится стиль, который отражает уникальность вашей собственной личности. Неповторимость. Вчера Вася сказал, что я хочу без этого сам. Без стиля. Без стиля. Ну, Пентхаса тоже придерживается сейчас этого мнения. Да он может тысячу раз придерживаться мнения, но у него стиль жесточенший. Потому что он личность и потому что он постоянно придумывает что-то новое. Он может заявлять, что это невозможно. Это просто невозможно обойтись без стиля. Например, кто это, знаете? Кто? Метал Тор. Метал Тор. Вообще не думалось. Он просто работал и вот это утом. Дальше снова. Художник американский. Потому что ни хрена не видно. Но это безумный совершенно тип. Жуткий субъект. Который умер 27 лет. Субъекция. Он снимал тусовку. Наркотическую. Вот эту сумасшедшую молодежную самубийц, которые кололись, занимались сексом, болели всеми болезнями, которые только можно... И так далее и тому подобное. Не все умерли. Он год не кололся, а потом взял, паял себе там ведро героина и умерли. Сейчас его работы, вот недавно были проданы вот такие вот на повер-роид он снимал, за 70 тысяч долларов. У всех священников, у всех настоящих. Кварцов, есть и... И это нас влечет. Потому что мы постоянно что-то открываем новое. Мы постоянно ищем этого впечатления. Но какие-то ответы на свои вопросы. Все, все. Дэвид Эль Шапель, Эрвин Олаф, Оливера Тоскалин, товщик гень. Гарсия Терера, женщина. Женщина, сейчас эпоха женщин. Женщины просто прут. Я даже сделал специальную лекцию о женской фотографии. Мужики, до свидания. Единственное, у женщин проблемы начинают рожать. Выходить замуж, а дедер. До свидания. Мордон прекращается. Да, все это прекращается. Это вас спасает. Да, это нас спасает. А что делается тем, кто уже... Вот еще один, который... Буб Михайлов. Ну, уже ладно, вы, наверное, опять здесь хотите. Не-не-не, продолжаем, продолжаем. И не привезли опять, так что нужно спокойно. Это уже наш. Роман Бельковка. Вот видите, у каждого свой стиль. Так это почерк. Все, в грудях, в грудях, в грудях, в грудях, в грудях. И там стоят, аж так стоят. В грудях, в грудях, в грудях. Ты помидоры снимаешь, у тебя в грудях, в жену, в женщину. И ты так стоял, и ты не дадут с селью. Нет. Нет? Нет. Я же только что показывал. Я же до этого показывал. Одинокие деревья, показывал вот эти вот туманные, размытые, водяные. Все одинаковые. То же самое происходит с женщинами, голыми там. Все одинаковые снимают. Кладут на камень, ставят эти полосочки принудобанные. Возле каких-то дверей там, еще что-то такое. В общем, вот эти вот, да? Нет, ну это повторение, копирование. Это копирование, это повторение, да, за стеклом там, какой-то ужас делают. Это же и творчество. Это не творчество. Да, он мне доказывал, что это творчество. Он говорит, творчество, а там он, кажется, хочет быть. Да, ну да, он говорит, что это еще из них не помогает. Это чтобы немножко развить, как бы там, свои способности. Не связано с собой. Почитайте, если станиц бульварного романа, попробуйте продолжить. Носите с собой бумаг, карандаш, ручки. Перисовать, что видите, перспективы и так далее. Просто в троллейбусе, в автобусе, едете, дома сидите, кого-то ждете. Записывайте блокнот идею, зарисовывайте. Я очень часто устраиваю мастер-классы с известными фотографиями. С очень извинением. И я прошу один векас с вами. А у вас есть блокнот? И как бы у меня пас? Пас, пас, достает блокнот. Не электронный. Блокнот. И даже ручка есть. Я вот когда Харасова спрашивал, есть блокнот? Есть. Есть. А что в этом блокнот? Мысли. То, что есть. И мысли еще. Вот это вот то. Вот это и это. Все записано. Все зарисовываю. Стрельно на войск, где там, в туалете. Чтобы не забыть, потому что уходит. Потом мне не тот Тенхасов, не тот Вебер говорил, что 10 лет прошло с записью. Вернулся и сделал цикл фотографий. И получил за ним там какой-то вот приспой. По записью блокнот. Я не помню. Ну кто-то из этих небожителей фотографических. Завидите себе блокнот. И будет у вас счастье. Не будет варахиас. Ну, инструменты. Ассоциация, сопоставление. Это для работы сидений. От чего толкнуться? Это постоянная работа должна быть у нас. Соединение не соединит. Парадокс, анализы, поставление. Отвратное. Не бояться отвратного. Отвратное может вас потолкнуть к прекрасному. Сверхотратное может вас потолкнуть к сверхпрекрасному. А сверхпрекрасное может вас бросить. И вынайки там. Потому что и в том, и в том есть то, и то. Сверхотратное есть сверхпрекрасное. И так же наоборот. И не надо этого бояться. Потому что если у вас очень красивая, она выходочная, картинка, которая там все идеально, она неинтересная. Потому что такого не бывает в природе вообще. Всегда есть то, то, то. Даже себя покопайте, если вы найдете себе и то, и то, и то, и то, и то, и то. И если это начать использовать, то будет совершенно замечательная работа. Ну, это всякие разные наши авторы. Ну, тут ничего не видно, поэтому мне не очень нравится здесь показывать. Потому что очень темно. Изображение очень плохое. И вы не видите этих работ. И впечатления нету настоящих. Поэтому на этом я закончу. А что вы там увидите мои работы? Ну, как мы с вами сейчас увидим. Женщину с лошади вы не увидите. Потому что это слайд-шоу. Вот без лошади. Снимите ее с лошади. А было все так. Я вам расскажу, а потом когда-нибудь покажу. Нет, сейчас. Следующий раз. Вот хочешь следующий раз. Нет, нет, я не хочу следующий вопрос. Мы с Юрой Косиным поехали в Арциссу. Как-то утром. 2009 год. 2009 год. Как-то утром топот. Тысяч ног. Сколько там? Человек 150 было? Ну, много. Такое большое сборище было. И вот топот 150 ног. А мы спали в таких бараках детских. В рахтах. Ну и все. Куда-то я бы покажу. Куда? Лошадь снимать. С голой бабой. Я думаю, что за сперкаппарат. И тоже побежал снимать лошадь. Или бабой. Без бабы. Или бабы. Бабы не было. А лошадь была. А лошадь была. 150 фотографов. Выстроились вокруг. Она на холмике стояла. В тумане. И клацают. Вот такой стоит какой-то. Знаете, как кузнечик. Выходишь в поле. И там вот это в трахтении. Такое тысяч миллиардов этих вот. Всяких пауков. Все, все. Вот то же самое происходило. Я смотрю на себя со стороны. А я стою и тоже нажимаю на кнопку. И тоже трахчу. Ну думаю, вот это вдало. Вернулся, оттуда ушел. Посмотрел на эти фотографии. Ничего там я не снял. Потому что я забыл крышку. Вот у меня на мануале стоял. Аппарат. Цифровой. Он нажимает на кнопку, но не это самое. Ну думаю, ладно. Хожу я лошадь снимать. Я пошел снимать лошадь. Четыре часа через забор. Смотрю. Лошадь. Белая, кстати. Стоит возле белого барака. Ну я пошел, там еще один забор был. Перелез через этот забор. А лошади уже нет. Я дернул дверь в барак. Зашел ко мне туда, но на полу миллиарды трупов, насекомых. Тут ко мне подходит какая-то тетка в белом халате. Я говорю, дети только что выехали. Три дня назад. Не надо сюда заходить. Мы еще не убрали. Я зашел туда. И снял свою лошадь. Ну, я не знаю, тут ничего не... Видели мы его. Вы видели уже это лошадь. А мы не видели. А мы не видели. Не видели. А кто видел? А кто видел? Не видел. А кто видел? Ну ты видел, да. Но мы хотим еще раз посмотреть, если есть возможность. Кто видел, то можно забрать лошадь. Это была кобыля. А я не смогу вам ничего показать. А здесь не работает эта самая. Просмотровщик. Просмотровщик. Просмотровщик.